Вечер добрый, это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко, мы в прямом эфире и вместе с вами следим за событиями, изменившими страну. Они происходят на наших глазах. Демонстрации с требованием перемен, провокации, авторов которых еще предстоит вычислить, громкие митинги и кулуарные переговоры. Новости поступают каждый час и каждую минуту. Вот только последняя из них. СБУ несколько часов назад заявила об открытии уголовного дела, о захвате государственной власти. Буквально два часа назад в центре Киева снесли памятник Ленину. Обо всем этом подробнее сегодня в программе. Марш миллионов. Люди снова вышли протестовать. Еще с утра эта улица была пустая, сейчас два митинга. Какой будет развязка этих событий? Киев в осаде. Протестующие заблокировали правительственный квартал. Мэрия захвачена уже неделю. Будет ли силовой разгон? В Украину как в горячую точку. Западные СМИ отправляют сюда журналистов, которые прошли Афганистан и Ирак. Главная задача на поле боя. Если не умереть, а остаться живы. Весь этот эфир мы будем наблюдать за событиями в режиме онлайн. Наши камеры установлены в центре столицы, там где происходят основные события. Обо всем, что важно, будем узнавать у моих коллег Андрея Цаплиенко и Вениамина Трубачева. Коллеги, здравствуйте. Как атмосфера на Майдане? Похоже, больше на праздник или все же на бунт? Дмитрий, но можно сказать, что Майдан Незалежность сейчас полностью заполнен людьми. И если еще несколько часов назад в основном выступали политики, то сейчас со сцены звучат песни. На сцене выступают различные артисты. Вот недавно выступала группа Мандры. Недавно также выступала группа Танок на Майдане Конго. Люди танцуют, согреваются, двигаются. Многие гуляют, потому что, как вы можете видеть, сами погодные условия, можно сказать, становятся все более суровее. Идет снег, довольно сильный ветер. В общем, холодно. Люди согреваются танцами, всячески двигаются. Можно попить чай, согреться в специально оборудованных палатках. Многие митингующие приехали с разных регионов страны. Не только Запада, но и Востока. Я лично видел плакаты с надписью «Донецк», «Харьков», «Луганск». В общем, представители практически, можно сказать, всей Украины. Дмитрий Амин, спасибо. Андрей, насколько я понимаю, буквально в нескольких кварталах от Майдана Независимости все не так мирно. Что там у вас происходит? Дмитрий, добрый вечер. Я не могу сказать, что ситуация здесь напоминает бунт, бессмысленный и беспощадный, хотя бы потому, что у демонстрантов после многих дней стояния, судя по всему, появилась стратегия. Но я могу сказать абсолютно точно, что с сегодняшнего дня, с 8 декабря, мы живем в абсолютно другой стране, стране без вождя, по крайней мере, гранитного. Мы сейчас находимся возле памятника Ленину, вернее, на том месте, где он стоял всего лишь пару часов назад. Вот сюда подошли демонстранты, набросили трос на гранитный монумент, раскачивали его пару минут, видимо, он непрочно стоял на своем постаменте, и свалили вниз. Это действительно знаковый момент. Я бы сказал, что это признак смены, исторической смены эпох. Каждый желающий мог взять в руки молот, подойти к памятнику и отколоть себе кусочек на память. Я думаю, что вскоре осколки монумента, как обломки Берлинской стены, разойдутся на сувениры. Вот сейчас мы стоим на бульваре, в самом начале бульвара, здесь проезжают автомобилисты, они сигналят в знак поддержки демонстрантов. Милиция стоит за памятником и просто наблюдает за ситуацией. К ним, к милиционерам, подошел священник с крестом и попросил не вмешиваться в ситуацию. Люди на подъеме. Я знаю, что партия «Свобода» взяла на себя ответственность за демонтаж монумента, но, впрочем, люди, которые принимали участие в этой акции, говорят, что это была, ну, как бы, дородная инициатива. Давайте сейчас их послушаем. Красиво сваливали. Мы когда подошли, работники милиции там стояли, человек 40-50, вообще не лезли. И «Свободовцы» были, и ребята шли под красно-черными флагами. Было, ну, это шла громада, шло много людей. Коллеги, спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Если что-то важное будет происходить, то мы будем обязательно включать вас в эфир. Свежая новость. Радек Сикорский, министр иностранных дел Польши, в своем твиттере только что написал, что шокирован происходящим в Киеве. О блокировании правительственного квартала мы расскажем уже буквально через несколько минут. Вернемся к нашим корреспондентам, к Вениамину Трубачеву и Андрею Цуплиенко, которые, напомню, находятся сейчас в самом центре Киева на прямой связи со студией. И самая горячая новость на этот момент. Служба безопасности Украины несколько часов назад сообщила, что открыла уголовное производство. Формулировка громкая и устрашающая. Цитирую. В связи с совершением действий, направленных на захват государственной власти. Отмечу, что дело возбуждено не против кого-то конкретно, а что называется по факту. Однако в официальном сообщении СБУ упомянуто, что захват власти предприняли, цитирую, отдельные политики. Статья более чем серьезная. Наказание от 5 до 10 лет за решеткой. Кого конкретно обвиняют в службе безопасности, нам сообщить отказались. По ходу эфира все-таки попробуем получить другие комментарии. Ну а пока что вернемся к событиям этого дня. На улицах сегодня было жарко. Сколько сегодня людей вышло на Майдан, данные называют разные. Но достаточно подняться на крышу любого здания над Крещатиком, или вот как сделали наши коллеги с Радио Свобода, залезть на елку, недостроенную на Майдане, чтобы понять. Их явно было больше, чем в прошлое воскресенье. За всем происходящим в центре Киева с самого утра следила моя коллега Ирина Баглай. Утро в Киеве начинается с антимайдана. До всенародного марша миллиона на Евромайдане еще три часа. А в Мариинский парк возле Верховной Рады с разных сторон стягиваются колонны под флагами партии регионов. А эта группа молодых людей не сразу признается. Собрались для утренней зарядки. Что вы здесь делаете? Получаем удовольствие. Лишим свежим воздухом, делаем пробежки. На площади перед Верховной Радой несколько тысяч человек. Слушают своих лидеров, а вот с прессой общаться хотят не все. А что вы представляете? Если вы хотите что-то спросить, можете спросить у меня. Сам прогласный митинг вот за такими заграждениями. Здесь тоже есть пропускной пункт «Своя кухня». Наливают горячий чай. В очереди за ним разговоры политические. Поддерживаем. Ну как вот, за партию регионов, чтобы действительно не было вот этих вот, как страдают там где-то вот, молодых ребят. Кто-то более умный, куда приводит, там вот и стоим. Для подкрепления сил трехразовое питание. Кашей гречневой, с тушеночкой, вкусненькой. Да, много, хватит всем. А вот эти палатки – зона особой секретности. Что в них, не знает даже охрана. Регионисты. На сцене народные депутаты от православного большинства объясняют, зачем собрались. Правда, одни говорят о бессрочной акции, другие обещают людей распустить уже сегодня. Этот майдан гораздо более агрессивный, чем тот, который был оранжевый. Здесь подготовлены боевики, они дворожжены, они прошли тренинг. У нас на территории Украины работали год от года бандеровские лагеря, где людей готовили и физически, и идеологически. Кварталом ниже готовятся к маршу миллиона. Приблизительно столько и собрал сегодня Евромайдан. Люди не только на Крещатике, но и на прилегающих улицах, склонах. Начинают в полдень традиционно с молитвы и гимна Украины. Слава Богу и слава Украине! Душу и тиво! На сцене духовенства сменяют ученые, писатели, журналисты и лидеры оппозиции. Инициативная группа интеллигенции высказывает свои требования не только к власти, но и к лидерам оппозиции. Устами дочерей к Майдану обращается Юлия Тимошенко. Призывает продолжать акцию протеста. Не сидайте за стил переговоров. Я прошу максимальную мобилизацию людей. Оппозиция, выслушав, дает правительству 40-8 часов для отставки. Тем временем возле Банковой формируются отряды майдановской обороны. И строем выдвигаются в сторону Верховной Рады. Еще с утра эта улица была пустая. Сейчас два митинга. Приблизились друг к другу максимально близко. Между ними только шеренга милиции. Евромайдан пришел к антимайдану. Наразі кінцема точка тут. Так, тут нам важливо. Тут є концентрація батько, тут концентрація милиції, тут концентрація тітушок. І будем стоять тут до перемоги. Где-то неподалеку от этих событий оценку требованиями действиям дал лидер провласной фракції. Какого конца они хотят? Они хотят развития событий в непредсказуемом варианте, когда они перестанут управлять теми людьми, которых сами пригласили. Или в конечном итоге они выработают какую-то единую цель, понятную для людей и принятную для государства. А это уже доказательства решительности Евромайдана. Спустя час здесь установлены палатки. Це намет для обігріву. Це також власні депутати Верховної Ради України. І активісти з усієї України матимуть змогу тут обігрітися, відпочити. Так Евромайдан расширил свои границы. Сегодня взяли новую высоту – правительственный квартал. Ирина Баглая, Людмила Горбач, Никита Исайко, Сергей Ведмить. Подробности недели – телеканал «Интер». Отмечу за тем, как развиваются события в центре Киева. Многие следят онлайн. Ну, вы тоже можете это делать. Ведь в интернете создали сайт, на котором, на карте Киева, ну, словно зоны боевых действий. Люди сами отмечают в сети, где проходят пикеты, а где собираются силовики. И вот как это выглядит. Протестующих отмечают синими значками, а группы Беркута – оранжевыми. Карты меняются в режиме реального времени. На данный момент на ней видно, что основная масса протестующих на Майдане. Ими заняты Киевская мэрия, Дом профсоюзов, Октябрьский дворец. Баррикады построены с обоих концов Крещатика. И уже появились новые значки на улицах Грушевского и Институтской. В тех местах, где пытаются блокировать Кабмин и Верховную Раду. Пользователи сети обещают делать новые отметки, если где-то в столице или на подступах к ней будут собирать спецназ или военных. Ну, а мы, мы можем добавить собственные отметки. Как в центре города перемещается наш корреспондент Андрей Цаплиенко. За время эфира он успеет побывать в самых горячих точках. И можем сделать отметку на Майдане независимости. Там находится Вениамин Трубачев. Что происходит сейчас в правительственном квартале, узнаем прямо сейчас у него. Вениамин с нами сейчас на связи. Вениамин, что ты видишь? Протестующие неоднократно говорили о мирном блокировании. Вот насколько мирно сейчас на улицах, которые примыкают к Кабмину и к парламенту? Дмитрий, ну, ситуация мирная. Люди очень мирно настроены, как я уже говорил, танцуют, поют. Сегодня произошло такое событие, что можно сказать, что Майдан разделился на две части. Или, как говорят сами оппозиционеры, расширился. Сейчас вот в центре города у меня вот за спиной много очень палаток. Разбит палаточный городок. Люди там греются, там раздают чай. Но часть протестующих еще днем пошла в правительственный квартал. И сейчас там тоже, прямо на улице Грушевского, где расположен правительственный квартал, Верховная Рада, Администрация Президента и Кабинет Министров, вот прямо на улице Грушевского установили палатки. Сейчас там по-прежнему идут работы, устанавливают из подручных средств баррикады. Люди принесли бочки, разжигают костры, греются. И говорят, что будут блокировать правительственный квартал до тех пор, пока в отставку не уйдет правительство Николая Азарова. Они на это дали 48 часов, чтобы разрешить этот вопрос. И люди расходиться не собираются. Прямо вот на улице Грушевского, на проезжей части, собираются жить, по крайней мере, следующие 48 часов, или ожидать отставки правительства. Оппозиционеры подчеркивают, что никаких административных зданий они захватывать не собираются. И все попытки это сделать, они называют провокациями, если такие будут. И подчеркивают, что акция исключительно мирная. То есть блокирует административный квартал исключительно мирным способом. Вениамин, спасибо тебе большое. Оставайся с нами, пожалуйста, на связи. Будем ждать от тебя новостей. Если что-то происходит в центре Киева, пожалуйста, в ту же секунду выходи с нами на связь. Ну и вернемся. Вернемся к протестам. Они не утихали всю неделю. Хотя после прошлых выходных часто можно было услышать, мол, митингующие не продержатся долго. Но за всю эту неделю власть так и не сделала шага навстречу. Не начала переговоров. А главное, так и не были наказаны, или хотя бы названы, виновные в жестоком разгоне Евромайдана. У людей, которые сейчас выходят на улицы, много различий. Разная идеология, разные представления о будущем и требования тоже разные. Ну вот, к примеру, отправить в отставку правительство Азарова, уволить или даже арестовать министра внутренних дел Захарченко, все-таки подписать соглашение об ассоциации. Но среди всех этих требований одно уж точно общее для всех. Виновных – наказать. Невиновных, но арестованных – освободить. Речь о тех участниках акций протеста, кто в начале этой недели оказался за решеткой. Называют разные цифры. 10, 11, 15 и более задержанных. В любом случае, они есть. Им грозит уголовное наказание по обвинению в организации массовых беспорядков. В частности, штурме администрации президента в минувшее воскресенье. Но в этом деле так много неясного, что у многих возникает совершенно оправданный вопрос, а оказались ли за решеткой невиновные, в то время как настоящие провокаторы разгуливают на свободе. Свои сомнения открыто высказывают и украинские интеллектуалы. Заявление об этом со сцены Майдана зачитал академик Мирослав Попович, говорил об этом и предстоятель греко-католической церкви Любомир Гузар. О том, как на уходящей неделе продолжал меняться Майдан, все более политизируясь и становясь все более радикальным. А еще о том, как Майдан самоорганизуется, как меняется состав протестующих. Мой коллега Михаил Колесников. Евромайдан еще недавно совсем юный и студенческий, стал сначала политическим, а потом и вовсе народным. Это улица Институтская, один из подходов к Майдану незалежности. Именно с этой стороны в ночь на 30 ноября подступили отряды Беркута. Теперь здесь высокая баррикада, деревянные фрагменты сцены, металлическое ограждение, декорации. В общем, все, что предназначалось для большой новогодней елки, пригодилось в строительстве рубежей Евромайдана. Теперь и защищать его есть кому. Территория поделена на секторы, охрана из добровольцев. Многие из них не понаслышке помнят о недавней жестокости силовиков. В боевой позиции они строили по очень интересной системе. Они строили по системе, что человек стоит на месте и все. Допустим, вот идет оттуда Беркут, человек 200. Как что вы будете делать? На живом счетом становиться, то есть выбегает охрана, которой мы тут стоим посменно, то есть выбегает охрана из центра Майдана, идет на усиление нашего сектора. Теперь свою роль здесь знает почти каждый. Эта компания на микроавтобусе приехала из одного села. Перекрыли въезд на Майдан со стороны Крещатика. План действий в случае вторжения автозаков есть. Перегорождаем полностью перекрытую дорогу, остается тут одна полоса. Можем машину, они тоже выравниваются, перекрывают и эту одну полосу. А в случае наступления со стороны Верховной Рады и Кабмина, эти люди первые дадут сигнал. Люди, которые проходят полосу, особенно старшего века, просят, вы только не идите. Ну, то есть люди переживают. Отряды народного сопротивления формируют неподалеку от сцены. Волонтеры заполняют анкету, после этого инструктаж и распределение по сотням. Кожна сотня мает своего керевника и мает свои завдания. Завдания полягают в охране порядка и безопасности митингующих, от выявления и усунения провокаторов, и взагалі, чтобы все было добре на Майдане. Экипировка постепенно совершенствуется. К маске и наколенникам прибавился самодельный щит. Для защиты от провокаторов, говорит Евгений, парень еще несколько дней назад понятия не имел, что окажется здесь. Вышел из дома, пришел на Евромайдан в Чернівцях и оказался в Киеве на Евромайдане. Я просто не готов был для того, я не взял в теплых одях и так далее. Люди допомагают по возможности, кто чем может. А Иван помнит Майдан совсем другим. В далеком 90-м он пришел на свой первый протест. Тогда еще не на Майдан, а на площадь Октябрьской революции. Не было ни мобильного телефона, ни интернета, как вы знаете. Мне было 19 лет, я ехал с гуртожитку на 9-м троллейбусе по Хрещатику и увидел, что на площади Журтневой революции, какие студенты, это был вечер, колыть палатки. Но Евромайдан 2013-го нечто новое. Именно сейчас трансформация общественного протеста дошла до максимума, отмечает психолог Олег Покольчук. Он побывал на всех Майданах 90-х и нулевых. И то, что нет единого политического лидера, не проблема, считает психолог. Это и рожденные на Евромайдане уличные командиры, и певцы Сашко Положинский, Руслана. Ведь она первая бросилась защищать митингующих от спецназовцев в ночь зачистки Майдана. На время протеста о пении забыла. Люда, нам зараз главная видность не тратит. С волосом мы уже потом разбираемся. Их есть прожить в голову, короче, для жизни. Ближе к Майдану стала и жена Виталия Кличко. Сегодня, например, была в госпиталях у пострадавших ребят, которые принимали участие в мирных акциях. До этого выходили на Майдан. Поднимали люди в настроении, пели, например. А это другой Майдан, турецкий. Течение событий очень похожее. Сначала жители Стамбула возмутились из-за вырубки фарка. Полиция применила силу, погибли демонстранты. И тогда туда ринулись все. Расставили палатки, подходы, забаррикадировали автобусами и строительными блоками. Из экипировки каски и респираторы от слезоточивого газа. Предводителя у них тоже не оказалось. Им условно стал лидер нации Мустафа Ататюрк, сто лет назад провозгласивший Турцию светской страной. Впрочем, Окупай Гизи продержалась недолго. Силовики сделали паузу, а потом всех разогнали. В Украине милиция тоже устроила затишье. Впрочем, Окупай Майдан готовится к любым исходам. Теперь к охране присоединились и офицеры-отставники, и бывшие спецназовцы, и ветераны-афганцы. Майдан хоть и мирный, но к войне готов лучше, чем две недели назад. Михаил Колесников, Александр Данилов, Сергей Еременко, Вячеслав Фролов. Подробности недели. Телеканал Интер. Возвращаемся в студию, возвращаемся к прямому эфиру, к тому, что происходит здесь и сейчас. Прямо сейчас на связи Андрей Цеплиенко. Андрей, где ты сейчас? Что происходит? Мы сейчас отошли немного от Бессарабской площади, от того места, где снесли памятник Ленину. Находимся на Крещатике, на пересечении Крещатика и бульвара Богдана Хмельницкого. Здесь, как видите, движение, в общем-то, не очень интенсивное. Вот мы находимся как раз на том месте, где Крещатик перекрыт. Но, в принципе, здесь Крещатик напоминает эту улицу, как она выглядит в обычный субботний или воскресний день. То есть, людей, конечно же, не так много. Основная манифестация происходит на Майдане. Кстати, я хочу сказать, что Майдан открещивается от причастности к сносу памятника Ленина. На Майдане говорят, что не поддерживают этот акт. И я хочу сказать, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал его актом вандализма ответственность за снос памятника Ленина взяла свобода. Повторюсь, ну, сейчас мы пройдем к Майдану и посмотрим, как и что там происходит. Спасибо большое. Бери камеру, перемещайся туда. Будем ждать от тебя новостей, будем ждать от тебя репортажей. Ну, а в Доме профсоюзов организован штаб помощи студентам, тем, кто пострадал во время разгона Евромайдана. И вот свежая новость. За юридической помощью туда обратились более ста человек и некоторые из них говорят, на них давят. На них оказывается давление. Их уговаривают забрать назад свои прежние показания. Мы вызываем на связь Вениамина Трубачева. Да, он сейчас с нами на связи и знает подробности. Вениамин, вы говорили со студентами, действительно ли давят на них? Действительно, я говорил со студентами. В Доме профсоюзов, как вы, Дмитрий, сказали, расположен штаб помощи, юридический отдел. Своеобразные помощи студентам, которые пострадали во время разгона Майдана ночного, когда веркутовцы избивали студентов. Так вот, в этот штаб, в юридический отдел обратилось уже более ста студентов. Многие из них до сих пор еще на ссадины, серьезные травмы. Вот, тем не менее, их вызывают, по их словам, вызывают в милицию. Всячески пытаются на них давить, чтобы они отказались от показаний, от претензий к правоходительным органам. И грозят уголовным преследованием и исключением из вузов. Получается, ситуация складывается парадоксально. Что, по словам студентам, пытаются все сделать, чтобы юридически, по крайней мере, обернуть ситуацию так, что не студенты пострадали, а они нападали сами на сотрудников правоохранительных органов. Многие боятся говорить на камеру, потому что им уже грозили серьезными последствиями. Но некоторые все-таки смелые ребята согласились говорить на камеру. И прошу прямую речь, вот что они сказали. В первую очередь я переживаю за близких родных, чтобы не было тиска на них. Приехала сюда, чтобы выставить свою свободу слова, свои права, но тут еще больше на нас тиснуть. Для меня это страшные люди. Я не думал, что такая жестокость может происходить. После 30 числа, не только 30 числа, она промыслово, тех, кого забирали до участки, до милиции, она промыслово заставляла писать отмовы, потому что они никакой претензии к администрации не имеют. Таким образом, они остаются чистыми. Но дело в том, что люди, которые обратятся, они в эти заявки пишут, что их заставили промыслово. Спасибо. Оставайся с нами, пожалуйста, на связи. Ну а эта информация и те слова, которые говорят студенты, их родители, наверняка станут поводом для сюжетов. Нас, нашего канала и наших коллег уже на следующей неделе. Точно так же будет еще одна тема, о которой обязательно будут говорить на следующей неделе. В понедельник или вторник. Относительно точной даты до сих пор ведутся споры. В сих пор наступает назначенный властями срок, когда активисты Майдана должны освободить занятые ими административные здания. Ну а как они сами настроены? Намерены ли вы эвакуировать свой штаб? Все это увидел. Об этом говорил в занятых протестующими зданиями мой коллега Роман Бачкала. В столичной мэрии он провел несколько суток. И даже ночевал там. Они сбросились и купили новые стекла. В замене тех, что разбили во время штурма. Тогда, неделю назад, Татьяна Черновилл была среди первых, кто вошел в мэрию через окно. Киеврада – это коммунальное майно, понимаете? Это майно-место, которое належит людям, киянам. И киянам, которым массово высох на Майдан, они, в принципе, имеют право его використовывать в своих интересах. Как спалось? Хорошо, но мало, да? Утро начинается с чая и разбора сумок с продуктами. Все эти горы сала и колбасы – вклад простых украинцев. Помощь Майдану. Здесь своя охрана, врачи, юристы и коменданты. Утро, мэрия! Утро, мэрия! За неделю в мэрии побывало 150 тысяч человек. Эдакая революционная экскурсия. После посетителей все тщательно моют и дезинфицируют. Тем временем сотрудники мэрии спешат на работу. Показываешь удостоверение – проходишь. Остальных на верхние этажи не пускают. Мы просто охраняем порядок, чтобы было менять эти персанки. Поднимаемся следом. На кабинетах сорваны таблички. Это сделали сами чиновники. От греха подальше. Общаться многие не хотят. Ну, он святого горит. Все працюли. Никуда мы не едем. Единственная претензия к майдановцам – компьютер и принтер, пропавший из пресс-службы. Но оказалось, их просто перенесли в другой кабинет. Они все працюют. Они в рабочем устане. И никаких инших претензий мы пока что не чули. Но все же ковровые дорожки решили пока свернуть. А важные документы вывезти. Куда и зачем – не говорят. Единственный этаж, на который нам не удалось попасть – это этаж руководства. Здесь находится кабинет мэра, его первых заместителей и секретаря Киевсовета. С тех пор, как мэрия во власти улицы, главу городадминистрации Александра Попова на рабочем месте не видели. Его кабинет забаррикадирован. Он специально заблокованный и опечатанный с этого боку, там, где есть митинговальники. Для того, чтобы специально, чтобы никто из митинговальников туда Робоковича не вернул. Митингующие просят Попова вернуться и гарантируют безопасность. Но он назад не спешит. С журналистами встречается прямо на улице. Я планирую вернуться в кабинет, когда пройду средственные действия по захвату здания. Мы знаем, что совершено, с моей точки зрения, неправоправное действие. Горадминистрация обратилась в суд с просьбой выселить протестующих. И суд мэрию поддержал. В четверг госисполнитель огласила решение. Трое нардепов от оппозиции тут же объявили мэрию своей общественной приемной. А значит, нужно новое решение суда о выселении. Дай Боже, чтобы застосовывался в свой сценарий. Потому что тогда, поверьте мне, мы никого не будем стримать. И кровь, которая тут, не дай Боже, пролезет, она будет на ваших руках. Когда стемнело, люди начинают стягиваться. На ночлег мэрия может принять примерно тысячу человек. Дебоширов и выпивших не пускают. Проверяют даже паспорта. Божаючи, кто хочет вам помочь, на кухню. Ведите, пожалуйста, до меня. За целый день ответственная за кухню Наталья ни разу не присела. Мы спали вот так на ступеньках, 20 минут за двое тысячу. А вот Марта и Татьяна приехали сюда только вечером, после работы. Ну, я, например, не за кого. Из наших политиков я никого не поддерживаю. Но я считаю, что каждая людина, которая с ним поможет, она должна сейчас выйти, чтобы жить в нормальной стране. Это не лапсует и не станет. Каждый ночь здесь ждут нападения Беркута. У входа противогазы, каски, бронежилеты. Полный боекомплект. Добро пожаловать в отряды самообороны. Сказалось захищать, значит захищать. Мы до этого готовим. Октябрьский дворец тоже во власти демонстрантов. Вечером здесь по-прежнему концерты и гастроли, согласно проданным билетам. А ночью сонное царство. Люди спят прямо на полу, в проходах, на лестницах. Возвращаемся в мэрию и тоже укладываемся. Здесь принцип очень простой. Ложишься там, где находишь свободное место. Вот сейчас уже 7 утра. Вот эти мужчины только проснулись, а мы ложимся. Полчаса в полудреме и день новых протестов. А это ноябрь 2004-го. Легкий мороз, первый снег. В Киевской мэрии пункт обогрева, ночлега, кормежки. Разница только в одном. Тогда руководство города само открыло двери перед протестующими. Нынче времена другие. И если до вторника все эти люди отсюда не уйдут, им это сделать помогут. Арман Бачкала, Василий Миновщиков, Ирина Дьяченко. Подробности недели. Телеканал Интер. И вернемся ненадолго к официальным событиям уходящей недели. Президент Виктор Янукович на этой неделе нанес официальный визит в Китай, где подписал договор о дружбе и сотрудничестве с КНР, а также несколько соглашений, которые, по словам самого президента, приведут в Украину китайские инвестиции на общую сумму примерно 8 миллиардов долларов. На обратном пути президент залетел в Сочи, где провел рабочую встречу с Владимиром Путиным. Каковы итоги этой встречи? Официальных заявлений сторон мы пока не имеем, но вот средства массовой информации полнятся всевозможными версиями, в том числе явно далекими от реальности. Что по этому поводу говорят в крупнейших мировых столицах? Узнаем у моих коллег, которые сейчас на прямой связи. Мы пообщаемся с Москвой, там Лариса Задорожная, с Брюсселем, там София Гордиенко, и с Нью-Йорком, там Владимир Ленский. Коллеги, добрый день. Короткий вопрос, пожалуйста, короткий ответ. Я прекрасно понимаю, что в Брюсселе есть другие дела. Я прекрасно понимаю, что в Соединенных Штатах главная тема – это та трагедия, которая произошла в ЮАР, когда лишились выдающегося политика. И тем не менее, вот на всем этом информационном фоне много ли говорят об Украине в ваших столицах? Брюссель, пожалуйста. Конечно, говорят много, говорят очень интенсивно, и я так чувствую, будут продолжать говорить. Владимир, не только Нельсони Мандели наверняка пишут в Нью-Йоркские СМИ, в Американские СМИ. Да, конечно. Вот я принес буквально сегодня газету «Нью-Йорк Таймс». Одна из самых больших статей посвящена протестам в Киеве на Майдане независимости. И когда я сейчас шел на интервью, я проходил мимо магазина, где продаются телевизоры, на всех экранах показывали ту манифестацию, которая сейчас проходит в Киеве. Коллеги, спасибо большое. И сейчас перейдем к Москве. Лариса Задорожная с нами на связи. Лариса, а что вам известно о переговорах Путина с Януковичем? Ну, встреча Виктора Януковича и Владимира Путина стала одним из самых главных событий здесь, в России. Президенты, как вы сказали, встретились в Сочи, говорили почти шесть часов. Еще накануне было известно, что разговор будет непростым. Сразу несколько высоких чинов российской власти выступили с заявлениями в интервью о том, что Россия выдвигает Украине несколько жестких требований. Украина, в свою очередь, тоже. Точно известно одно, что ничего не подписывали, поскольку это рабочий визит, и такой формат просто не предусматривает подписания каких-либо документов. Киев надеется на то, что получит кредит от России, а также скидку на газ, и надеется на пересмотр газовых контрактов. Сразу после встречи президента пресс-секретаря Путина намекнул о том, что в энергетической сфере началось сближение позиций. Это была цитата. Сразу же после встречи президента и пресс-служба украинского президента, и пресс-служба российского президента заявили о том, что разговоров о вступлении Украины в таможенный союз не шлось. 17 декабря Путин и Янукович снова встретятся. Уже здесь, в России. Они откроют заседание украинско-российской межгосударственной комиссии. И вот такой уже формат предусматривает подписание каких-то документов. Дмитрий, я хочу сказать, что это официальный уровень, но еще есть эмоциональная сторона о том, как реагирует Россия на Украину, на события в Украине, политики, журналисты, рядовые россияне в моем сюжете. Украинские события всю неделю на первых полосах газет и на первых секундах новостей. Если в газетах еще можно найти оценки, митинг несогласных, акции протеста, евро-майдан, то на телевидении со словами не церемонятся. Евро-дискотека, хаос, движуха, тусовка. Такие оценки дают телевизионщики. Когда весь мир рассказывал об избитых студентах с Майдана, российское телевидение рассказывало об избитых сотрудниках Веркута. Веркут специально провоцировали на применение силы. Телевидение не вступилось на дорогое время. В каждом новостейном выпуске по два, а то и три сюжета об Украине. Истерика. Именно так глава российского МИДа характеризовал реакцию Запада на отказ Украины. Движуха в Киеве вроде как успокаивается. Хлопцы, мне больше не наливайте, я уже такая, как вам треба. Ведущий государственного канала готовится к сегодняшней программе. Он снова будет пугать зрителей ужасами Майдана. У меня есть каска проломленная, я сегодня покажу ее. Одного из солдат внутренних войск. Вот эта каска, визор разбит. Вот здесь пролом. Посмотрите, я покажу сегодня. Вот и все, вот. Вот что это такое. Вот, так сказать, каска. Такого отрузья в первую очередь? Нет. Эти каски валялись после там, вообще их много. Одну мне прислали, просто подобрали. Зритель сегодня услышит от ведущего хронологию событий, о которой в Киеве не знают. История по-украински. Сначала разгон студентов, потом события под администрацией президента. История по Киселеву. Все наоборот. По разгону Майдана, я буду сегодня об этом говорить, была своя предыстория. Ведь первоначально, до разгона Майдана, еще в воскресенье пошли штурмовать администрацию президента. Но есть и другая Россия. Она не смотрит телевизор, она читает интернет. Она пишет все, что думает в социальных сетях. Мне кажется, это больше, чем оранжевая революция. Сейчас ситуация более судьбоносная. Я тут читаю про какую-то русофобию в Киеве. Нету тут такой фигни совсем. Просто это иностранцы, а некоторые хотят, чтобы они были тоже русские. Первое наблюдение, бросающееся в глаза, это ментальная дистанция Украины от России. Кто-то пишет не в интернет-жанре, а в привычном для себя, эпистолярном. 54 российских писателей и поэтов отправили письмо в Украину своим коллегам со словами «Нам горько, что вы вынуждены думать о России, как о грубой и вероломной силе». У вас там многие считают, что Россия вообще как бы отмежевала, что Россия безразлична, что Россия все это не волнует, что волнует Украину, что Россия не интересует, скажем, тот европейский путь, который сейчас, по-моему, вполне однозначно выбрал народ Украины, а правительства нет. Вот. Очень многих, очень многих российских людей это тоже волнует. Все россияне, которых это волнует, приходят, например, под стены посольства Украины в Москве. Целая хапка желто-голубых ленточек, раздавая их под взглядами оцепеневших полицейских, которые потом обязательно внесут их в списки ненадежных. Люди на Майдане очень дружелюбные, русофобии там на самом деле никакой нет. Никто не кричит, москалив на ножи и подобного бреда на самом деле. Но есть и такая Россия, которую слушает вся остальная Россия. Правящая власть об Украине не говорила на родине. Предпочитала резкие заявления делать за границей. Президент в Армении, министр иностранных дел сначала в Брюсселе, потом в Киеве. Общая тональность. Это не революция, а погромы. Это все заготовки к президентским выборам. И то, что это заготовки, это, по-моему, для всех объективных наблюдателей очевидная вещь, имея в виду, что мы видим с экранов телевизоров, как действуют хорошо подготовленные и обученные группы боевиков. Иностранным журналистам, работающим в России, пришлось только удивляться. Высказывания Путина были тоже довольно жесткими. И Лавров вчера тоже такой нервный был очень. Я не видела его такого еще, чтобы он такими словами говорил. Это он обычно более дипломатичен. То есть, значит, для России эта ситуация тоже очень нервная. И мне кажется, что, может быть, из-за этого, что они сами не понимают, что Украина сделает в той ситуации и что там будет. Российские политологи рисуют ближайшие будущие отношения Киева и Москвы. Безоблачным в духе славянского братства оно уже никогда не будет. Януковичу деньги будут давать в час по чайной ложке и всякий раз следить за тем, как он себя будет вести. Коготок или мизинчик, он все равно будет вжать в Европейском Союзе для того, чтобы сохранять рычаг давления на Москву. Какие голоса из России отзовутся в Украине? Наверное, те, которые каждый украинец для себя захочет услышать. Просто потому, что другие слушать не станет. Лариса Задорожная, Олег Неведомский. Подробности недели. Российское бюро телеканала Индер. Лариса, спасибо большое за твой сюжет. Перейдем к живому общению, в том числе и с Брюсселем, и с Нью-Йорком. Хочу сказать, что сейчас стоит открыть буквально социальные сети. Твиттер, Фейсбук, европейских политиков, американских политиков. Только об Украине пишут. Вот даже я в студию, тайком от наших режиссеров, пронес смартфон. Открываешь и видишь Украина, Украина, Украина. Есть заявление Польши Александра Квасневского. Оно было опубликовано, ну, не в Фейсбуке, а в интервью, которое он дал влиятельнейшему немецкому еженедельнику Шпигель. Так вот, Квасневский, который прекрасно разбирается в происходящем в Украине, раскритиковал политику ЕС и Запада в отношении нашей страны. Квасневский заявил, цитирую, что Запад недооценил решимость Путина помешать подписанию соглашения об ассоциации. А Европе следовало думать о том, чтобы оказать Украине краткосрочную помощь и потребовать от МВФ менее жестких условий предоставления Киеву новых кредитов. Ну, а какова же реакция Брюсселя на события, на то, что сейчас происходит в Киеве? София, тебе слово. Добрый вечер, Дмитрий. Во-первых, конечно же, в Брюсселе украинскую делегацию ждут, и ждут украинскую делегацию для продолжения переговоров по подписанию соглашения об ассоциации. Но начну с последней новости. У кого есть доступ к президенту, так это у Жозе Мануэля Борозу. Сегодня глава Еврокомиссии разговаривал по телефону с Виктором Януковичем, и, судя по всему, речь шла о недопустимости любого насилия на Майдане. На следующей неделе в Киев прибудет Кэтрин Эштон, это главный дипломат Евросоюза. Евромайдан на этой неделе продолжал удивлять Европу. Слух этого, конечно, не произносили, но интересовало Брюссель два вопроса. Во-первых, как долго на морозе продержатся украинцы? А во-вторых, не предпримет ли власть опять попыток разогнать митинг? Ведь по поводу силового противостояния Брюссель выразился более чем четко. Это недопустимо. Кстати, в телефонах и гаджетах сотрудников Еврокомиссии письма с последними новостями из Киева и Москвы. Войско информаторов в посольствах, международных организациях буквально ежеминутно высылает самые свежие новости и анализ происходящего в стране. Вы можете услышать прямую речь Петерестана. Обычно в международных отношениях первым источником являются наши дипломаты. Но так как в ЕС 28 стран работают все посольства, и мы получаем массу информации и от них, и от международных организаций, и от властей, и от оппозиции. Так что в происходящем практически не остается белых пятен. Мы следим за Украиной. Она для нас важна. Украинцы для нас важны. И мы готовы поддержать их. Спасибо. Но от реакции европейцев на события в Украине перейдем к реакции американцев. По нашей информации, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд, которая на днях побывала в Киеве на саммите министров иностранных дел УБСЕ, во время встречи с лидерами украинской оппозиции дала им понять, что правительство Соединенных Штатов предостерегает их от радикальных действий, которые могут привести к обострению ситуации и насилию. Белый дом, как утверждают наши источники, приветствовал бы любые шаги по началу переговоров о выходе из политического кризиса. Ну и американскую тему продолжим с Владимиром Ленским. Журналист телекомпании RTVI на прямой связи с нами из Нью-Йорка. Владимир, мы понимаем, что сейчас в Америке, как и во всем мире, ситуация печальная. Давно ожидавшаяся новость о кончении Нельсона Манделлы, она отодвинула на второй план все происходящее в Украине. Но вот тем не менее, как оценивают США происходящее в нашей стране? Симпатии, понятно, на чьей стороне. Симпатии на стороне тех людей, которые хотят евроинтеграции. Об этом свидетельствует и тот шаг, который предпринял госсекретарь Джон Керри. Он не поехал в Киев на ОБСЕ, он вместо этого посетил Молдову. Об этой симпатии свидетельствуют и все заявления, которые вы уже упомянули. Американцы и в кругах власти, и просто на улице, на стороне украинцев, которые борются за свою независимость. Вопрос в том, что конкретно Соединенные Штаты могут в этой ситуации предпринять. Это, что называется, не драка Соединенных Штатов. Но они здесь сочувствуют тем, кто борется за независимость. Соединенные Штаты не могут настаивать на том, чтобы Европейский Союз проводил более серьезные меры по объединению с Украиной. Потому что, хоть отношения и партнерские, все же США не может Европе диктовать свои условия. Если произойдет нечто ужасное сейчас на площади независимости, если вдруг будет кровавый разгон этой демонстрации, тогда Соединенные Штаты должны будут предпринять какие-то другие меры. Возможно, экономические санкции против нынешнего руководства Украины или что-то подобное. Но пока ситуация не зашла до такого кризиса, Соединенные Штаты пока могут только лишь наблюдать и говорить о том, кому они сочувствуют. Спасибо большое. Спасибо большое, Лариса, София Владимировна. Спасибо, что следите за событиями. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Ну и на этой неделе в Киев со всего мира съехались иностранные журналисты. Тяжелее всего российским коллегам с проправительственных каналов. Некоторые из них жалуются, мол, работают под давлением. Московское начальство требует от них приуменьшать масштабы протестов. Ну, простой пример. Сегодня с утра один из российских каналов передал, что Майдан идет на убыль. Что на улице вышли всего несколько сотен человек. Ну, социальные сети, как вы понимаете, взорвались едкими комментариями, сопровождая их фотографиями. Небывалой толпы, заполнившей не только сам Майдан, но и весь Крещатик. От Европейской площади до Бессарабки. Участники протестов нередко выражают свое отношение к тому, что некоторые россияне часто искажают реальную картину происходящего в Киеве. И вот характерный эпизод, который могли наблюдать в прямом эфире зрители телеканала «Россия-24». Дальше без комментариев. Артем, здравствуйте. Ну, похоже, к вечеру в воскресенье активность протестующих увлечивайся. Здравствуйте, Артем. Ну, и как вы поняли, корреспонденту российского телевидения и его коллеге Дмитрию Киселеву вручили Оскара Оскара за вранье. Моя коллега Алла Матюшок всю неделю общалась с иностранными журналистами, которые работали на Майдане. И говорит, что среди них очень много тех, кто до этого вел репортажи из горячих точек и зон боевых действий. Это типичная постсоветская страна. Били журналистов. Это плохой факт. Рати, грузинский журналист, бывал в разных горячих точках мира. Но то, что произошло на украинском Майдане 30 ноября, шокировало телевизионщика. Я был в Кыргызстане, Азербайджане. Там тоже были силовые разгоны. Но здесь избивали упавших. Очень жестко добивали. Слава Украине! Героям слава! Журналист американской газеты «Лос-Анджелес Таймс» оказался в самом эпицентре событий, которые происходили уже на Банковой. Я бежал также вместе с этими людьми, прыгал через заборы. То, что я мог снимать, то снимал. Такие вещи очень трудно снимать, потому что главная задача на поле боя – это не умереть, а остаться в живых. Вот его статья и снимок. Газета разошлась миллионным тиражом по всем штатам Америки. Картинка, говорит, сама за себя, считает Фотокор. Была одна большая провокация. Я это видел раньше и в России, и в Белоруссии. Один и тот же сценарий. Выставили вперед линии вот этих молодых солдатиков. В течение часа продолжалось избиение этих ребят. Когда все отснялись, все практически ушли, вышел опять этот Беркут, кровожадный, который там стоял сзади, и начал месить и дубасить всех подряд. Полиция на Западе – профессиональная полиция. В Америке полицейские служат правопорядку. По опыту наших спецслужб, когда идет разгон любой демонстрации, нет плотного соприкосновения между силами правопорядка и людьми. То есть не используются дубинки, например, не бьют ногами, не заламывают руки до хруста. Я могу привести пример. На одном из арестов полицейские использовали электрошокер. Электрошокер против лежачего человека. После этого генеральный инспектор полиции запретил использование электрошокеров по всем частям. Среди пострадавших от рук Беркута более 50 журналистов. Среди них с разбитой головой польский репортер. Его коллеги, как только услышали применение силы, стали съезжаться в Киев. Нас приехало много, где-то 6 съемочных групп. Польша – это новость номер один. Канал постоянно транслирует картинку из Украины. Страшно. Это было очень безрассудно со стороны президента. Это удивительно, сколько здесь собралось людей. Украинцы вышли вместе на площадь. Я не понимаю политику вашего президента. Мы здесь последнюю неделю. Мы сделали много репортажей из Украины. Каждый день мы передаем Норвегии о том, что здесь происходит. Ни холод, ни снег не распугали журналистов. Но некоторые признаются – мерзнут. Отогреваются чаем в пресс-центре. Холодно. Дуже смачно. Здесь же иностранцы обмениваются информацией, показывают друг другу яркие кадры. Украинской прессы уточняют информацию. Интересно для наших телезрителей, как будет реагировать власть, каковы дальнейшие шаги будут предпринимать лидеры оппозиции. И посмотрим, какой выход из этого положения. Утренние у нас, как бы новости коротко по телефону, дневные и вечером, то есть во всех новостных программах есть. Словацким зрителям более интересно, чем официальные лица. Им интересно, что думают люди, как люди переживают это. Словацкая съемочная группа, как, впрочем, и многие другие, поселилась прямо над Майданом в гостинице «Украина». Отсюда главная площадь, как на ладони. Как только что-нибудь будет происходить, что мы могли показать, снять. Место идеальное, то есть как раз для прямых включений. За журналистами внимательно следят митингующие. Часто не понимая даже, о чем речь, обступают кругом. Возмущаются российскими телевизионщиками, которые искажают информацию. И даже прорываются в прямой эфир российского ТВ. Говорите на правду! Ставьте при нас, скажите правду! И это, конечно, парадоксальная ситуация, что единственная поддержка со стороны медиа, которая осталась у Виктора Януковича, она в России. Журналист оппозиционного российского канала «Дождь» Павел Ловков уверяет, его земляки без труда распознают, где реальная новость, а где утка. То, что кто-то напал на организованную группу милиционеров, это не поверит ни в одном селе. Потому что в каждом селе организованная группа милиционеров, как правило, держит это село и бизнесы этого села, и бизнесы этого района под контролем. Поэтому такие легенды такого уровня у нас не проходят. Аркадий работает в британском журнале «Экономист». Считает, если бы в Лондоне мирных демонстрантов разогнали так, как в Киеве, на следующий же день правительство ушло бы в отставку. Виктор Янукович фактически потерял легитимность. Нельзя в стране, где более 60% населения хотят подписания договора с Европой, разворачиваться и говорить, да не пошли бы вы все граждане Украины куда подальше. Царская Россия слиняла за три дня. А какая была империя? Габсбургская империя тоже. Советский Союз распался за три дня. Какой был механизм репрессии? Куда больше и круче, чем у Виктора Януковича. Весь мир сейчас следит за событиями в Киеве. Сколько здесь иностранных журналистов, подсчитать сложно. Многие начали работать, даже не успев получить аккредитацию. Польша, Испания, Франция, Норвегия. Многие иностранные СМИ пригнали в Киев свои ПТС, чтобы журналисты могли в любой момент выйти в прямой эфир. Вот вы видите, целый ряд телевизионной техники стоит прямо над Майданом. Мои коллеги из других государств говорят, каждый день проводят вместе с митингующими и разъезжаться пока не собираются. Им не безразлична судьба украинского народа. И, конечно же, интересно посмотреть, чем все это закончится. Алла Матюшок, Иван Нашкиндр, Игорь Антонюк. Подробности недели телеканал Интер. И возвращаемся. Возвращаемся к тому, что происходит здесь и сейчас на Киевских улицах. Андрей Цыплиенко снова на связи со студией. Андрей, что ты видишь, что происходит сейчас на Майдане? Андрей? Мы сейчас находимся на Крещатике возле одной из баррикад. Вот такими баррикадами перекрыта улица. На ее изготовление пошли, в том числе и ветки, которые изначально были предназначены для елки, на которой сейчас флаги Украины и призывы изменить ситуацию в стране. А вот так протестующие греются возле огня, готовят здесь еду. Сегодня у них был ужин. Сейчас мы спросим, что у них было на ужин. Что у вас на ужин было сегодня? У нас в канавке чай. Вкусно было? Да, очень. Вы знаете, говорят, что возможно сегодня ночью, возможно силовое решение проблемы и попытка разогнать демонстрантов. Готовы ли вы к этому? И как вы думаете, будет она или нет? Я думаю, что не будет, но люди готовы. И в разы чего мы сможем их... А что значит готовы? Ну, не знаю. Люди все на Майдане. Если будут какие-то действия, то мы можем отбиваться. Отбиваться будете? Ну, не знаю. Есть альтернативная идея. Мы варим чай. У нас будет хороший чай. И если что, все будет хорошо. Мы верим в лучший исход. То есть, те, кто попытаются вас отсюда убрать силы, вы просто напоите чай? Мы напоим чай, мы все. Мы же нормально, люди адекватные. Вот Киев, Львов, все люди, Канада с высшим образованием, креативный класс, интеллигенция. Мы же не хулиганим. В общем, я думаю, что все мы надеемся на мирный исход ситуации. И все надеемся на лучшее. Здесь, на этом холодном зимнем Майдане, все-таки достаточно теплая атмосфера. Андрей, спасибо тебе большое. Было сейчас ощущение, что ну вот сами на Крещатике побывали. Спасибо. Оставайся с нами, пожалуйста, на связи. Будем еще общаться. Ну и уже 17 суток продолжается Евромайдан. Политика в прямом и переносном смысле слова вышла на улицу. Но она по-прежнему делается и в коридорах власти, и в стенах парламента, и в кабинетах высокопоставленных чиновников. Что происходило на минувшей неделе в этой часто невидимой объективом телекамер-сфере, разбиралась наш политический обозреватель Ольга Червакова. Они не в галстуках и в белых рубашках, а в трикотажных гольфах и свитерах. Печать Евромайдана на всех депутатах оппозиции. Новый риг хотите святкувать, ризво хотите святкувать в центре Киева. На крови у вас совесть есть. Вы довели до того, что сегодня в Украине настаёт революция. Все, что революция! Все, что революция! Отставка правительства и в первую очередь министра внутренних дел Виталия Захарченко за кровавое побоище, в которых участвовало спецподразделение «Беркут» 29 ноября и 1 декабря. Эти кадры шокировали весь мир. Два депутата из партии регионов в знак протеста вышли из фракции. Все в шоке. Это ужас. И нужно сделать всё возможное, чтобы такого больше не повторилось в истории. Те, что раскололась ваша фракция, это только свидетельство того, что ваш конец не за горами. Раскола фракции партии регион отдала позиции слабую надежду на голоса за отставку, даже вопреки высказываниям официальных спикеров фракции. Мы не будем поддерживать отставку города. Украине нужен спокойный и правильный порядок. Члены Кабмина появляются в правительственной ложе. Там, где обычно сидит Захарченко, пустое место. Мы протянули вам руку. Если мы встречаем флаг, я говорю откровенно, у нас сил достаточно. Мы тоже опираемся на обогревающую большинство людей Украины. Система Кабмина! Система Кабмина! Я могу одно гарантировать народным депутатам, нашим народным депутатам, что я сделаю жесткие выводы из того, что произошло. И в правительстве будут проведены решительные кадровые перемены. Эти слова были сказаны пять дней назад, но с тех пор нерешительных кадровых перемен, ни даже каких-либо перестановок в правительстве. Принудительно отправить его в отставку оппозиция не смогла. Ни коммунисты, ни регионалы не проголосовали. Решение не принято. Послушайте, ну ни в кого не было никаких иллюзий. И это вопрос к партии регионов и к коммунистам, почему они боялись в последний момент сделать это? Сейчас уже на этой сессии парламент неправомощен раздавать это вопрос. Поэтому после невдального голосования в парламенте, возможность выставки уряда сейчас в руках президента или самого уряда. Заранее было видно, что это провальная ситуация, но я так понимаю, что очень далеко зашли в своих обещаниях и Майдану в том числе, и поэтому результат появился такой. Они же должны что-то продемонстрировать улице, чтобы потом выйти на Майдан и сказать, сделали все, что могли, не получилось. Ни славка! Ни славка! Но улице уже ничего не надо говорить. Провал в парламенте еще больше радикализовал Майдан. Теперь уже сами люди требуют и отставок, и переговоров власти и оппозиции. В петиции, инициированной украинской интеллигенцией, задача 5.12, сформулированы основные требования. Документ получил название от даты выхода в свет. С 5 декабря его подписали более 6 тысяч человек. От оппозиции требуют добиться освобождения людей, противоправно удерживаемых под стражей после событий на Банковой 1 декабря. Их уже не стесняясь в выражениях называют политзаключенными. Вывода спецподразделений с улиц украинских городов и прекращение насилия против мирных демонстрантов. Гарантий дальнейшего неприменения репрессий против участников акций. И пока эти условия не будут выполнены, люди призывают оппозицию не вступать ни в какие дальнейшие переговоры. Наказывать рядовых милиционеров мы должны в последнюю очередь. В первую очередь мы должны разобраться с тем, кто дал приказ. А министр? Вы согласны со мной? Если я пойду в отставку, будет соответственный вплив на органы внутренних справ. И это не даст возможности объективно разобраться. Вот в чем до сих пор не разобрался министр внутренних дел. Ситуация непростая в стране. Нужно находить какие-то точки соприкосновения. Я понимаю, что революция. Но, шановные коллеги, тогда нужно поставить пропозицию, выговор, как хотите перед президентом Украины, что он принял решение про ответственность уряду. Далее, что президент Украины провел консультации с Верховной Радой Украины по сформированию уряду. Нужно искать политическое решение. Я просто не являю себя, как без такого шага, как политическая ответственность уряду, эту ситуацию разрулить можно. Это посол ЕС в Украине Ян Тамбинский ищет выход из Верховной Рады. Он пришел сюда, чтобы помочь украинским властям попытаться найти выход из политического кризиса. Это оказалось сложнее. Позиция стала, ее лидеры стали своими родными заручниками. Они обязаны идти на радикализацию ситуации, но это причиняет и радикализацию оппозиции власти. И мы видим замкненное коло, где движется в биг загострения и эскалации конфликтов. Многие понимают, и во власти, и в оппозиции, наши международные партнеры понимают, что единственный цивилизованный выход из ситуации, политический выход из кризиса – это переговоры. У власти и оппозиции прямо противоположные интересы. Оппозиция призывает, пусть все идут в отставку, и правительство, и президент, с кем тогда вести переговоры. А власть тоже не хочет уходить. И что делать тогда? Беда в том, что Майдан-2013 оказался проблемой практически для всех. Лидеры оппозиции не знают толком, что с ним делать. Власть его агрессивно боится. Россия открыто ненавидит. А Запад не готов предоставить ту помощь, на которую рассчитывают, если не митингующие, то оппозиционные лидеры. В Брюсселе разработали сценарий, который мог бы стать первым шагом. Генсек Совета Европы Турбан Ягланд предлагает создать комиссию по расследованию разгона Евромайдана Беркутом. В нее должны войти представители власти, оппозиции и европейские эксперты. Власть и оппозиция говорят, что согласны, но у всех есть свое «но». Мы готовы на создание независимой группы. Первым главным и предварительным условием является вернуться в соблюдение Конституции, то есть разблокировать государственные здания. Как можно сядать на перемоги с той владой, если она не карает отвертых злочинцев, в частности представителей Беркута? Вот будут покараны, тогда будем сядать и будем говорить о том, как выходит из кризи. Оппозиция не отступает от самых радикальных требований. От ставки правительства до срочных выборов президента и парламента и полной перезагрузки власти. Улица, которая еще две недели назад требовала Майданов без политики, теперь настаивает наоборот. Европа разом с вами. Слава, слава Украине. Европейские дипломаты теперь каждый день на сцене Евромайдана. Слова поддержки они адресуют именно украинским гражданам, выстоявшим в жестоких побоищах с силовиками. И все как один повторяют, они здесь потому, что надеются на мирное разрешение политического кризиса. Именно мирное, к чему призывают и власть, и оппозицию. Ольга Червакова, Иван Гермаков и Евгений Каминский. Подробности недели с телеканал Интер. И снова в режиме онлайн. Возвращаемся к тому, что происходит на киевских улицах. Андрей Цеплиенко с нами на связи. Андрей, тебе слово. Мы сейчас находимся в одной из палаток, в которых ночуют манифестанты. Вот посмотрите, здесь завтрак или я уже не знаю, ужин. Что сегодня на завтрак или на ужин? Чем кормить будете? Бутерброд, чай, кава. Вкусно все здесь, свежее? Вкусно, свежее. А вот напротив, алтарь, здесь иконы, свечка. Здесь можно помолиться за, я не знаю, за победу акции или может быть просто за все хорошее. Ну и люди спят. Как людям удается спать при таком грохоте? Ну, во-первых, есть буржуйки, есть обогреватели. Людям тепло, людям нормально. Люди тем более устают за день. Поэтому они спят, видите, два человека спит спокойно. Каждую ночь спит 20 человек. Если не секрет, где вы взяли? Это же армейская палатка. Где вы взяли эту палатку? Взяли палатку. Есть методы, где можно взять эту палатку. Достали, это была моя личная инициатива. Утеплили. Все нормально. И скажите, сколько вы здесь еще будете стоять? Будем стоять до конца. А конец когда? А конец когда? Я думаю, конец будет в ближайшее время, дней 5-6, и все решится. Хороший? Все решится однозначно мирным путем. Я в этом уверен. Ну, будем молиться за то, что все решится мирным путем. Спасибо большое, Андрей. Оставайся с нами на связи. И вернемся к еще одной очень важной теме на этой неделе, к экономике. О том, как складывается финансово-экономическая ситуация в стране на фоне нынешнего политического кризиса. В материале Геннадия Вивденко. Гривна, очевидно, подешевела за неделю. Рекламный щит вроде висит, да обменный пункт закрыт. Вот там электронное табло с курсами вообще погасло. Финансовый рынок страны, очевидно, лихорадит. Так вот, насколько повинны в этом политические события, в том, что происходит с украинскими деньгами? Это данные о курсе наличного доллара в обменниках и кассах банков за последний месяц. Доллар растет умеренно, это привычно для Украины, все-таки конец года. Импортеры завозят много потребительских товаров, для новогодних праздников растет спрос на валюту. И вот в конце ноября резкий скачок. По датам совпадает с брюссельским саммитом и событиями на Евромайдане. Если бы участников Евромайдана волновал курс гривны, они бы продолжали учебу, работу, а не выходили на Майдан. Любая дестабилизация политической ситуации влияет прежде всего на наши экономические показатели, в том числе и на валютный курс. С начала недели курс повсеместно выше той отметки, которую власти старались удерживать последние годы, 8 гривен 20 копеек. Так дешево украинская валюта стоила в 2009 году после финансового кризиса. Как правило, хранящий молчание Национальный банк тут же рассылает успокоительное видеообращение. Национальный банк в разе необходимости готовый сборить свою участь на всех сегментах грошево-кредитного рынка для забезпечения равноваги и нивлювания всех рисков. Однако граждане обнаруживают, что в большинстве банков придают в основном по 100 долларов на руки, а то и вовсе отказывают в такой продаже. Распространяется информация, что Национальный банк закручивает гайки на рынке. На него вновь выходят менялы. У них курс очень далек от официального. Если мы сейчас даем банк и вы там купите доллар, я вам еще один доллар подарю. В интернете тут же альтернативный рынок, доллар по завышенным ценам, в солидных объемах для солидных людей. Минувшую пятницу официальные данные НБУ, объем золотовалютных резервов страны снизился ниже 20 миллиардов долларов. С начала года этот запас уменьшился с более чем 24 миллиардов до менее чем 19. Немногим ранее оппозиция спешит заявить, стране нужен срочный валютный кредит. Сейчас мы считаем, что этот уряд должен начать негайно переговоры с Международным валютным фондом Украины, чтобы не допустить дефолта и для того, чтобы выполнять государственный бюджет. Опрошенные подробностями недели экономисты подтверждают, Украине необходим многомиллиардный валютный кредит и гибкость курса здесь читать между срок. Но занять за рубежом сейчас почти невозможно. Политическая турбулентность, уверен финансист Олег Устенко. Где бы это ни происходило, в Украине, в Никарагуа, в России или в Соединенных Штатах Америки, последствия всегда одни и те же. Резкое увеличение стоимости заимствований для страны. Украина уже должна более 130 миллиардов долларов. Это почти все, что страна производит за год. До сих пор украинскую экономику удавалось поддерживать за счет заимствований. В торговом балансе страны, по данным НБУ, дырка минус 12 миллиардов долларов за только этот год. Украина уже несколько лет больше покупает, чем продает. Со временем финансового кризиса, убежден бывший глава Минфина, реформы особо не проводились. Потому нечего на Майдан пинять. Политика Страусу, которая ховается от проблем, в сподевании на чудо, она не спрацовала. Чудо не сталося. И сейчас то, что происходит в Украине, это лишь певный катализатор, лакмусовый папирец, который выявил те недолюки в системе, которые были сформированы за достаточно долгое время. Вместе с тем, драматизировать ситуацию на финансовом рынке опрошенные нами специалисты, несклонный опыт 2004 года показал, что гривня укрепилась спустя несколько месяцев после помаранчевой революции. Вы можете видеть это на кадрах из архива телеканала Интер. Это упрямые цифры статистики. Нечто подобное произошло и в 2008-2009 годах. Мировой и внутриукраинский кризис сперва 8-9, даже 10 гривен за доллар. Уже весной 2009-го ниже 8-ми. Есть исторические основания, как минимум, не паниковать. Как максимум, есть причины, чтобы перегрузить украинскую экономику. Это экономика, которая умеет только делить и отнимать. Она не створяет додатковую вартость. Чаряд выходит на поверхню. Вот уже видно и чешется. Чем мы больше вытягиваем наши реформы, тем будет больше болеще из них вылазить. Это законы экономики. По результатам опроса двух десятков украинских банкиров, Рейтерс делает вывод. НБУ постарается административно держать курс гривни еще несколько месяцев. Запас прочности пока есть. За 10 лет уже в третий раз финансовый рынок страны лихорадит по политическим мотивам. Возможно, предыдущий опыт Украины и подскажет, как выйти из этого тупика с наименьшими потерями. Геннадий Левденко, Руслан Мищенко, Вадим Ривун. Подробности недели. Телеканал Интер. Время позднее. Завтра начало новой рабочей недели. Расходятся ли, разъезжаются ли люди с Майдана? Узнаем прямо сейчас. Вениамин, что там происходит на Майдане? Как много людей? Собираются ли они расходиться? Как проведут эту ночь? Дмитрий, людей достаточно много. Вот прошел час нашего первого включения, и людей чисто визуально меньше не становится. Сейчас выступают музыканты, люди по-прежнему танцуют. Но вот буквально несколько минут назад вышли на сцену политики и объявили, что они уже готовятся к ночным дежурствам, к ночи. И попросили всех мужчин крепкого телосложения, кто готов стоять по периметру и охранять центр города, Майданной залежности, чтобы упредить какие-то провокации, провокаторов и просить собираться и уже охранять периметр Майдана и улицу Нагрушевского, где образовался новый Майдан, точнее продолжение этого Майдана. Мне удалось пообщаться с несколькими митингующими, кто не приходит на Майданной залежности, а реально живет здесь. Вениамин, спасибо большое. Спасибо за твою информацию. Вынужден тебя прервать. Это были подробности недели. Недели сложной, недели напряженной, недели без преувеличения исторической. Наши корреспонденты и операторы остаются на улицах столицы. И обо всем, что будет происходить в Киеве этой ночью и утром, обязательно расскажем вам уже завтра. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что доверяете. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова